188 миллионов рублей долгов и банкротства в перспективе. В столице Чувашия решают, как сохранить Чебоксарское троллейбусное управление. О запланированных и уже предпринятых мерах говорили на совещании в администрации Чебоксар. Энергосботовая компания подала в суд на Чебоксарское троллейбусное управление за то, что оно не оплатило потребленные ресурсы. В сумме около 165 миллионов рублей. Истец настаивает на банкротстве. Еще 28 миллионов рублей долги предприятия перед другими партнерами, пенсионным фондом и фондом обязательного медицинского страхования. Руководство троллейбусного управления разработало план оптимизации, который призван уменьшить расходы на 7 с лишним миллионов рублей в месяц. В основном, конечно, за счет отмены нерентабельных рейсов и сокращения часов работы электрического транспорта. Но есть и другие пункты. Ведется также работа по штатной численности. В результате данного мероприятия сокращается порядка 129 единиц рабочих мест. Экономический эффект порядка 10 миллионов в год. Также в целях погашения задолженности 26 июля 2017 года предприятиям подано исковое заявление в арбитражный суд Чувашской республики о взыскании с Министерства финансов выпадающих доходов от перевозки льготной категории граждан на общую сумму 187 миллионов 146 тысяч рублей за период до 2014-2015 года. Алексей Ладыков отметил, что оптимизация деятельности троллейбусного управления вынуждены и временные меры. Транспортную реформу в городе пришлось отложить до июля 2018 года. И до этого времени надо сделать так, чтобы жители столицы не чувствовали неудобств. Пробел в движении троллейбусов придется восполнять за счет автобусов малой и средней вместимости. Посмотреть еще раз договора с перевозчиками, то получается, что в часы пик малые и средние автобусы перевозят пассажиров, зарабатывают. А в межпиковый период, в раннее утро, в вечернее время перевозка пассажиров занимается троллейбусное управление, тем самым увеличивая свои убытки. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.